Готов к безумным экспериментам! Сюда сразу же, жим-жим! Всем привет! Сегодня у нас будет шок-контент. Оставайтесь до конца и вы увидите, как я проверяю свой хват лазью на канате насквозь пропасть. Ну а как я это тренирую связки, укрепляя свои руки, сейчас вам покажу несколько упражнений. Погнали! Итак, первое упражнение, которое я использую, висим на турник, в таком положении висим просто 30 секунд. 30 секунд провисели, одно подтягивание сделали, и опять висим 30 секунд, потом два подтягивания, и вот так нарастающий. Посмотрим, как получится. Сейчас тут кучае время. Пишите в комментариях, кто дошел больше. Я дошел до четырех. В общем, сильное упражнение. Почувствуйте сами. Второе упражнение, которое я использую, вам понадобится просто обычная бумага, какому-нибудь балакнот, не важно. Сейчас объясню, для чего это нужно. Люди, которые, допустим, укрепляют хлад, в основном качают предплечье, и работают вот эти передние пальцы. То есть штанга стоит, ложится у нас на руки, и начинается движение. Вот такими движениями в основном работают. Или вот гантелями. В основном работают у нас предплечье и вот передние пальцы. Но все забывают про большой палец. Он самый сильный на нашей руке, но его никто не прокачивает, он как бы, блин, атрофируется. Это упражнение развивает, как мелкая моторика используется. Рвем бумагу, и включается большой палец. Он очень важен для хвата. Как-то делается, вот свернули, допустим, простую кордонку в несколько слоев, и пробуем ее рвать. Таким образом у нас развивается вот пальцы. Как сильно потом он повлияет на хват. Можно какой-нибудь блокнот, газету, не важно, толстая что-нибудь, и начинаем рвать. Вот взяли. Вот таким способом прокачиваем большой палец. То есть этими усилиями мы укрепляем полностью всю руку, предплечье и пальцы. Еще одно есть упражнение замечательное. Берем любую газету там. Газета самая лучшая подойдет, но можно и такую бумагу. Берем ее просто вот в руки и начинаем работать. Моторика руки, пальцев. Большой палец включается, все пальцы работают и предплечье. Смотрите. Вот. Выглядит как бы смешно, но попробуйте. Вот такие движения все. Вот такие движения. Еще опять взяли бумагу и начинаем ее мять сворачивать. Включаем полностью пальцы. Вот таким образом. Ну, самое хорошо. Используем газету. Газету вешаем и ее собираем. Получается мелкая моторика развивается и качается пальцы. Потом становится хват крепче. Еще есть. Я посмотрел. Силачи старой школы использовали статические упражнения на пальцы. То есть, можно как с партнером, можно как и одному. Один палец работает, другой дает усилие. Допустим, этим пальцем давим, а это дает усилие. И на таком статическом упражнении работаем. И на другой палец. Также, повторяю, это можно сделать с партнером. То есть, взяли за руки друг с другом и начали бороться пальцами. Это вроде бы как выглядит глупо, это мелочи, но это очень сильно развивает наши все пальцы. Большой палец, маленькие пальцы и предплечье. И будет у вас хват просто стальной, я вам обещаю. И третье упражнение, которое использую для укрепления хвата. Вам понадобится гиря. Берем гирю. Вешаем. И его потом в образе работаем. Вот в такой манере работаем. Тут не только хват прорабатываться, так же и ноги, и корпус, и все тело. В общем, хорошее упражнение. Используйте. Ну, вот такими упражнениями, друзья, я прокачиваю свой хват, укрепляя кисти, предплечье. Ну, а теперь, как и обещал, шок-контент. Сейчас я буду висеть над пропастью, используя канат. Погнали! Когда подходишь в два, сразу жим-жим. Мой сложный был прицепит, наверное. Если честно, маленько жутковато, но мы проверим, какой стальной хват. Что? Что? Ибо я оторвал с уголок. Ибо погнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто и жесть, друзья. Хват очень сильно, кисти забились. В общем, друзья, вот такой пробный контент хочу себе испытывать, насколько сильный, развитый. Если вам это интересно, буду продолжать дальше, делать всякие эксперименты над собой. В общем, тренируйтесь, друзья, развивайте хват, и не только остальные мышцы. Всем счастья и, конечно же, всем добра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok